Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Мы приглашаем на собеседование Добровольца нас на тему какую-то не вдохновил Так, хотели пошутить, беременность делал добровольное Но не стали, в общем, юморить Все-таки очень трепетная история И решили, что Мы попробуем реализовать нашу давнишнюю мечту И сделать проект по формату Две звезды, когда девочки В своем, ну, самом ярком Самом длительном пребывании И на сцене в творческом номере Домашнем задании Они выступают с кем-то из звезд Барнаульской сцены разных жанров Будет очень интересно А кто будет из звезд участвовать тогда, вопрос? Это пока интрига Пока секрет То есть они будут только петь, или все-таки они будут танцевать? Звезды будут разных жанров И пение, и танцы, иллюзия Театральные разные-разные жанры Нам хочется, чтобы это был Не вокальный концерт А участвовать могут только барнаульские девушки, нет? Нет, у нас Очень часто Участницы из других городов Ну, понятно, что Это девочки, которые имеют возможность Приезжать на репетиции У нас в 2010 году Была участница из Заринска Которая ездила ежедневно На поезде У нас есть участницы Изолейска, Павловска, Новоалтайска То есть девчонки, которые приезжают Репетируют Или у нас победительница 2011, наверное, года Таня Кузнецова Она из Баева И она за две недели до конкурса Привезла сюда всю семью Она на тот момент ждала третьего ребенка Привезла мужа, двух детей И они, в общем, исправно репетировали Совершенно героические Девушки принимают участие И теперь этот конкурс Я буду мамой Она проводит в Баево Ничего себе Ну, хотела в связи с этим тоже спросить До какого числа все-таки сейчас отборочный тур? Когда он закончится? Если есть желание принять участие в конкурсе Нужно поторопиться До 7 октября мы принимаем заявки Чуть больше недели осталось у нас По вашему жюри На что больше всего обращает внимание Когда выбирает победительницу? Вы знаете, поскольку жюри у нас совершенно независимое И мы не всегда даже сами Ну вот заранее знаем, кто у нас в жюри У нас есть постоянные члены жюри Такие как председатель Надежда Степановна Ремнева И есть такие переменные люди Которые, ну, в зависимости от того Кто присутствует у нас Из высоких гостей на праздники Мы их приглашаем в жюри В этом смысле это независимая такая совершенно оценка И сказать Вот мы стараемся только баланс женско-мужской соблюдать И чтобы было нечетное число в жюри всегда людей В этом смысле нам всегда очень трудно предсказать Кто именно понравится жюри У нас не часто сходятся с ними мнения То есть нам кажется, что вот в ходе подготовки Что вот эта девочка очень яркая и прекрасная А жюри Останавливает выбор совсем на другого человека Говорит о том, что, допустим, ну вот она переиграла Как-то пережала Или уж слишком была экспрессивна А вот здесь была нежность А вот здесь было что-то То есть очень разные критерии А сейчас уже сколько девочек подали свои заявки? У нас заявок традиционно много Мы проводим обычно далеко за сотню собеседований А выбираете всего 7 человек Выбираем 7 человек Ань, а вообще девушкам беременным Зачем этот конкурс? Вот вы уже поняли для себя, зачем он им? Потому что вроде бы дом, работа, врачи ежедневно практически Тут еще и конкурс Ну, во-первых, не ежедневно На этом сроке, на котором мы готовимся и участвуем Посещение врача Не чаще, чем раз в 2-3 недели проходит А у некоторых раз в месяц Если все благополучно, беременность протекает А мы берем как бы в конкурс только тех, у кого она протекает благополучно И нет медицинских противопоказаний, да? Каких-то вот по здоровью для участия Но дело в том, что беременность, она будет в женщине какую-то совершенно необыкновенную энергию Творческую энергию, которую очень хочется куда-то применить И для того, чтобы девочки не начинали ее применять И разрабатывать ухищрения по пилению мужа По доставанию своих родственников По капризам, по поиску арбузов в январе в 2 часа ночи Вот, в общем-то, этот конкурс, он направляет их творческую неуемную энергию Как раз в правильное мирное русло Это раз Ну это, конечно, шутки, в которых есть доля шутки Но важно еще то, что это память для семьи Память на всю жизнь Это такое событие, это такой момент, в котором не каждому доведется поучаствовать Это фотографии, это пресса, это большая сцена На которую выйти многим из наших участниц, вот, ну, доводится, в общем, нечасто Может быть, даже и раз Может быть, даже и раз Ну, я думаю, что мы еще раз пригласим девочек До 7 октября принимаются заявки на участие в конкурсе А сам конкурс 20 ноября Спасибо вам большое Спасибо вам Я напоминаю, что о конкурсе «Я буду мамой» 12-м по счету Мы сегодня говорили с Анной Паутовой, организатором конкурса Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok